Привет! С вами Сойер, а значит будет интересно. Знаете, я часто слышу, что компьютеры состоят из нулей и единиц. Я даже открыл жесткий диск, чтобы увидеть эти самые нули и единицы, и знаете что? Ничего подобного здесь нет. И всему виной абстракция. Именно об абстракции я хочу поговорить сегодня и о влиянии абстракции на развитие вычислительной техники. Начнем с того, что абстракции в программировании встречаются повсеместно. Например, объектно-ориентированные абстракции служат для того, чтобы выделить из моделируемого объекта главные черты и реализовать их в объекте. Ну, для того, чтобы решить поставленную задачу. Уровни абстракции — это тоже абстракции, но они устроены несколько иначе. В уровне абстракции, как правило, скрыта внутренняя реализация и есть интерфейс для доступа к этой скрытой информации, к этой скрытой сущности. Здесь можно привести пример с дисковой подсистемой. То, каким образом хранятся файлы на диске, мы не знаем. Мы не знаем, как технически работает диск. Но у нас есть интерфейс, который позволяет получать и записывать данные на жесткий диск. И это интерфейс, который и является абстракцией. Если мы вспомним один из основных законов программирования, принципов программирования, программируя в соответствии с интерфейсом, а не реализацией, то получается, что он тесно переплетается с абстракцией. Вообще, абстракция – это инструмент, который позволяет развиваться в вычислительной технике и программированию. В то время, когда компьютеры были большие, а программисты умные, не было таких сложных, высокоуровневых абстракций. Программисты работали на существенно более низком уровне, практически с железом в машинных кодах. Это время перфокарт, перфоленты и тому подобного. И задачи были тоже существенно проще. Именно абстракции позволили усложнить данную схему. Знаете, многие считают, что компьютеры позволили ошибаться человеку меньше. На самом деле, они позволили ошибаться быстрее. А абстракции, в свою очередь, позволили делать эти ошибки всё более сложными. Если подумать, то машинный код плавно перетёк в новую абстракцию, которую назвали ассемблером. Дальше появились высокоуровневые языки, дальше появились виртуальные машины и ещё более высокоуровневые языки. И по сути, каждый виток развития базировался на предыдущем уровне абстракции. То же самое происходило и с операционной системой. Появлялись новые концепции, они базировались на старых и развивались. Так, со временем появилось веб-программирование, когда браузер работает в операционной системе, но мы совершенно ничего не знаем из браузера о файловой структуре, о устройствах и так далее. Это ещё одна абстракция, которая наслоилась на предыдущие. И процесс создания новых абстракций — это и есть прогресс. Мы всё больше усложняем абстракции и тем самым позволяем себе решать всё более сложные проблемы. Так, например, сейчас формируется ещё одна абстракция. Я даже затрудняюсь, куда её отнести. С одной стороны, у нас есть императивные языки, функциональные языки. И это можно назвать, так скажем, старый стиль разработки. А сейчас появляется новый стиль, который называется Machine Learning. Когда у нас есть модель, которая базируется на этих как раз старых языках программирования, но программируется совершенно иначе. Она обучается. На основе данных, которые имеют разметку, мы обучаем модель, и дальше она уже на неразмеченных данных выполняет псевдоинтеллектуальные действия. Так, например, можно даже создать, скажем, генератор псевдо-случайных чисел. Это будет не какой-то алгоритм. Это будет обученная нейронная сеть, которая будет выдавать псевдо-случайное число. И да, это будет не совсем криптографический рент, но тем не менее он будет вполне себе годным для некриптографических задач. И вот этот новый стиль программирования, когда мы занимаемся обучением моделей, мне кажется, будет вытеснять существующие методы там, где это возможно. Вполне может быть, что у нас появятся умные помощники, роботы, которые будут программироваться именно таким образом. И это тоже абстракция. Она тоже лежит на уже существующих уровнях абстракции. Она, естественно, проникает во все области жизни, где может быть применена. И таким образом усложнение абстракций, вовлечение новых уровней абстракции, которые никогда не заканчиваются, способствует прогрессу в области вычислительной техники и программирования. Но здесь есть маленький нюанс. В 2002 году Джоэлс Польски опубликовал статью «Закон протекающих абстракций». Ну или «Закон дырявых абстракций». Он написал, что ни одна сколько-нибудь сложная абстракция не может быть целостной. И это не речь об ошибках. Речь о том, что если мы используем какую-то сложную абстракцию, то мы практически гарантированно должны знать ее внутреннюю реализацию для решения каких-то сложных задач. Ну, например, язык SQL. По идее, по задумке, это надстройка над базой данных, которая должна полностью скрывать от нас внутреннюю реализацию работы самой СУБД. Но тем не менее, сегодня, чтобы писать оптимальные решения, мы должны знать эту самую внутреннюю организацию. То же самое с JavaScript. Чтобы писать оптимальный код, мы должны знать, как он интерпретируется и исполняется. Это и есть протечка абстракций. И хорошие программисты сегодня, ну, просто вынуждены знать то, как устроены те абстракции, с которыми они работают. И, собственно, это и с одной стороны хорошо, мы можем создавать оптимальные решения, и с другой стороны плохо, потому что немножко искажает саму идею абстракции. Более того, каждый программист в своей работе регулярно создает новые абстракции. Именно эти абстракции вложатся в основу готовых программ. И если вы вспомните Solid, то там есть принцип единственной ответственности, который говорит о том, что мы должны создавать классы, объекты с единственной целью, чтобы у них не было множества задач. И это тоже следствие, на самом деле, закона протекающих абстракций. Если мы будем создавать сложные классы с большим количеством обязанностей, то это будет сложная абстракция, и она будет неминуемо протекать. В то время, если мы создаем простые классы, то гарантировать их внутреннюю целостность и сокрытие информации о их работе мы уже более-менее как-то можем. И в этом смысле, если посмотреть на принципы программирования, на то, как все устроено, то окажется, что во многом все законы, принципы и идеи в программировании связаны друг с другом. И в основе всего развития, так или иначе, лежит абстракция. Именно абстракция позволяет нам убрать лишние детали и двигать прогресс вперед. Я надеюсь, что вы со мной согласны, вам было интересно это послушать. Спасибо, что слушали. С вами был Сойер. До свидания.